Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Таня из Англии. Сегодня я хочу поговорить о том, как сделать британский паспорт. Те, кто смотрит меня постоянно, знают о том, что не так давно наша дочка получила паспорт в Великобритании. Сейчас в этом видео будет пошаговая инструкция. Но самое главное, что вы должны первое, что сделать, это свидетельство о рождении. У меня тоже есть на канале видео о том, как сделать свидетельство о рождении Великобритании. Это самый первый и, я скажу, главный шаг. Дальше, второй шаг. Вы должны сделать фотографии. Мы были в фотоателье, и нам сделали фотографии. И очень важный момент. У вас должен быть там специальный номер, потому что именно этот номер вы должны будете отправить, когда вы будете заполнять документы. Вот таких первых два шага вы должны сделать. Ну, хочу вам просто посоветовать, перед тем, как вы начнете оформлять и зайдете на официальный сайт, вы постарайтесь сделать все заранее. И третий шаг, который тоже очень важен, перед тем, как вы будете заполнять документы, это вы должны найти человека, который бы подтвердил личность вашего ребенка. На английском это называется рефери. Это должен быть англичанин или человека, у которого британское гражданство. Это очень-очень важный момент. Например, если бы вы получали бы на себя, то вам нужно было бы даже два человека для того, чтобы подтвердить. А для ребенка, вот так как у нас дочка родилась здесь, в Великобритании, то нам нужен был только один человек. Поэтому вот эти три важных шага вы должны сделать перед тем, как вы начнете заполнять форму. Ну, когда уже вот эти три шага выполнены, значит, еще раз я повторяю, свидетельство о рождении, потому что там нужно будет внести номер. Дальше, второй момент, это фотография, тоже номер обязательно, вот мы не знали. И третье, как я уже сказала, человек, который имеет гражданство Великобритании. Не обязательно англичанин, еще раз я повторяюсь, но у этого человека такой нюанс, что обязательно паспорт не должен быть просроченным. Потому что бывает иногда, если паспорт просрочен, то, конечно, уже такой человек не подойдет. И иногда не всегда бывает того человека, которого выбрали, могут подтвердить. На официальном сайте GoF.uk говорится даже, какие профессии желательны. Но мы нашли такого человека и с первого раза все подтвердили. Все, когда вот эти три шага вы выполнили, то вы находите на официальный сайт GoF.uk и там уже отправляете заявку. Вся информация вам будет приходить на e-mail. Но мы сделали так, что у нас и приходило на e-mail, и просто текстовое сообщение. Можете и так, и так. Там разные вопросы задаются в отношении родителей. Все это вы должны заполнить. Если у вас хороший английский, то, конечно, вы сможете сделать это все сами. А если, например, у вас не очень хороший английский, то вы можете обратиться к кому-то. Я хочу сказать, что нам помогала одна молодая женщина. Она живет в Лондоне. Ее зовут Мария. И мы к ней обратились, потому что мы эти делали документы впервые. И не хочу сказать, что у нас прямо очень хороший английский. Конечно, могли, может быть, и сами. Но решили все-таки попросить эту женщину. Она сказала, что если вдруг, может быть, кому-нибудь нужна помощь, то вы можете к ней обратиться. Если, например, вам нужен человек для того, чтобы сделать какие-то документы, то напишите мне в комментарии, то я могу вам оставить контакты этой женщины Марии. Она где-то учится в каком-то институте, но она нам вот помогла. Мы от начала до конца прошли с ней этот путь. Ну так, для заметки. Почему? Потому что иногда вот у меня даже в комментариях спрашивают, а знаете ли вы такого человека, который бы помог бы нам в оформлении каких-то документов? Ну вот есть такая молодая женщина Мария, девушка, так скажем, даже назовем ее. Она тоже молодая мама, и вот она нам помогла. Вот. Так, дальше. Заходите, все это заполняете, и все это отправляется. Потом через какое-то время приходит вам сообщение на e-mail. И на e-mail говорится о том, что теперь должен человек, у которого британское гражданство, он уже должен, лично он, отправить там определенные данные. После вот этого шага, как вы заполнили, этот человек начинает заполнять, и все это уже он отправляет. И потом вы должны ждать. У нас буквально пришло на следующий день. Должны подтвердить вам, что именно этот человек подходит, он, так скажем, как свидетель участвует. Потому что иногда бывает не проходит. Есть такой один сайт, мамы.у.кей, и там говорится о том, что некоторые отправляли эти заявки, один человек, второй, третий, и, ну не проходит. Но у нас вот с первого раза все прошло. И когда уже вам это все придет, то, конечно, уже вы должны будете ждать, когда вам распечатают и пришлют паспорт. Так, сколько же все это стоит? Мы заплатили за паспорт 58 фунтов. Получается, ну, плюс-минус где-то 65 евро. Вот так. Потому что не все знают, сколько это в фунтах. 58, если в рублях, это 5800. Ну, не скажу, что это большие деньги, особенно для Великобритании. Но кто же может получить паспорт Великобритании? Почему наша дочка получила сразу автоматически? Потому что мы имеем с мужем такой статус, как постоянных жителей. Если, допустим, мы бы имели только временный статус, то, конечно же, наша дочка не смогла бы получить именно гражданство Великобритании и этот паспорт. Но нашей дочери повезло, поэтому мы получили этот паспорт. Вот, когда все эти документы уже мы отправили, ну, все вот в электронном, да, то где-то, наверное, в течение нескольких дней пришли, ну, пришел нам паспорт. Вот, поэтому я хочу сказать, что ушло приблизительно где-то две недели у нас на оформление. Мы дольше искали человека, который бы нам подтвердил, и вообще собирались. Даже дольше мы оформляли свидетельство о рождении, я вам скажу. Поэтому вот так вот, в принципе, несложно. Если у вас есть хороший английский, вот эти шаги вы должны выполнить. И если ваш ребенок имеет право получить британское гражданство при рождении, то я думаю, что эти советы вам помогут. Поэтому желаю всем, кто хочет сделать своему ребенку британский паспорт и не знает, то я думаю, мое видео поможет. Вот такая пошаговая инструкция. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в комментариях, то я обязательно постараюсь ответить на все ваши вопросы. То, что знаю, то я, конечно же, вам подскажу. Если вдруг кому-то нужен контакт Марии, то обязательно тоже я вам в комментариях этот контакт вам дам. Но если все-таки вы имеете только временное жительство, то на сегодняшний момент вы не можете получить сразу паспорт. По-моему, там получают, когда ребенку 12 лет лет. Но честно, я эту информацию не знаю, потому что мы не столкнулись. Я рассказываю всегда о том, с чем лично мы сталкиваемся. И мы, например, это что-то делаем, и потом я уже в видео это рассказываю. Не просто вот так я где-то что-то прочитала, а когда мы сами проходим этот этап, то тогда, конечно же, я вам уже все рассказываю. Но спасибо еще раз скажу за все поздравления, которые были в прошлом виде, что сейчас моя дочка имеет британский паспорт. Мы можем свободно выезжать из страны, въезжать и выезжать, потому что без паспорта это было бы невозможно. Как уже говорила в одном из видео о том, что у некоторых даже нет паспорта. Они имеют гражданство в Великобритании, но у них нет паспорта. Вот, кстати, эти люди тоже не могут быть свидетелями. Рефери, да, вот как я уже сказала, обязательно, чтобы у них был паспорт загран. То мы, конечно, планируем выезжать, и, конечно же, мы сделали этот паспорт. Ну все, дорогие, не хочу, чтобы видео было длинным. Я думаю, что это видео было для вас полезным или просто интересным. Все, всем пока-пока, вы на канале Таня из Англии. До новых встреч еще раз. Конечно же, вам что-то расскажу, покажу. Увидимся вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова